В Москву прибыл американский журналист Карлсон Таккер, чтобы взять интервью у Путина. Таккер утверждает, что у Путина есть какая-то тайная правда, которую нужно услышать американцам. И тогда их отношение к войне в Украине изменится. Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся на Украину и каковы его нынешние цели. Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все, что они могут, о войне, в которой они участвуют. Очевидно, в интервью мы услышим, что Украины как государство не существует. А Россия может вторгаться в любую страну, которая ей не нравится. Зачем Таккер хочет транслировать эти кремлевские нарративы на весь мир? У него вообще скандальная репутация. Он утверждает, что геноцид в Буче это постановка, а Каховскую ГЭС взорвала Украина. Год назад Таккера уволили из телеканала Fox News. После чего в телеграм-канале Соловьева его пригласили на работу. Таккер, приходи к нам, у нас можно не бояться ругать Байдена. Таккер приглашение не принял. Но иногда создается впечатление, что он таки устроился к Соловьеву на полставки. Мы сами подали заявку на интервью с Зеленским и надеемся, что он согласится. Но интервью, которые он уже дал в Соединенных Штатах, не являются традиционными. Это подобострастные подбадривающие беседы, специально разработанные для того, чтобы усилить требования Зеленского о том, чтобы США глубже втянулись в войну в Восточной Европе. Таккер хочет убедить среднестатистического американца, что тратить деньги на поддержку Украины не стоит. А у Путина есть законное право убивать украинцев, а также грузин и вообще всех, кто ему не нравится. То, что следующими после украинцев будут европейцы и фактически американцы, у которых с Европой договор о военной взаимопомощи, Карлсон не говорит. Таккера еще называют любимым журналистом Трампа. Очевидно, он и попросил своего фаворита пообщаться с другом Владимиром. А еще Таккера поддерживает Илон Маск. Илон Маск, его огромная заслуга, пообещал не скрывать и не блокировать это интервью, как только мы разместим его на его платформе Икс, и мы благодарны ему за это. Как видите, все друзья Путина собираются вместе. Ведь в США скоро выборы, и в Кремле мечтают о победе Трампа, который категорически не хочет помогать Украине, да и вообще выйти из НАТО. Держим вас в курсе событий. Беспилотники проходят у них с особым шифром. Моторная лодка типа Далфин 632. Хакеры опубликовали информацию о переговорах между иранской и российской стороной по размещению производства в российской свободной экономической зоне Алабуга. Из документов следует, что стартовая цена одного шахеда составляла для России около 375 тысяч долларов за один. Но цена зависит от объема заказа. В ходе переговоров Россия получила скидку. При заказе 6 тысяч БПЛА цена за один шахед составила 193 тысячи долларов. При заказе 2 тысяч беспилотников уже 290 тысяч долларов. Еще сообщается, что Россия планировала выпустить по иранской лицензии 6 тысяч беспилотников в течение двух с половиной лет. Общая сумма договора между странами составила около 1 миллиарда 75 миллионов долларов. А расплачивается за это все Россия золотом. Об этом свидетельствуют другие документы. Более двух тонн уже передали. В то же время известно, что компания Байкар приступила к строительству завода дронов в Украине. Об этом сказал глава компании Халук Байрактар. Речь идет о том, что в год будет производиться около 120 единиц известных моделей Байрактар ТБ-2 и ТБ-3. Строительство завода будет завершено через 12 месяцев, затем его оборудуют. Компания планирует нанять около 500 человек на работу. Несмотря на войну, планы идут полным ходом и ничто их не остановит. У Путина руки снова дошли до школьников. Из-за ситуации на поле боя он пошел на очередные крайние меры. Теперь уже не плакатами, а официальными заявлениями. Школьников в России вербуют на контрактную службу. В одну из школ Приморского края от Минобороны прислали бумагу, в которой требуют провести агитационные встречи на тему контрактной службы со школьниками 10-11 классов. Даже дети под угрозой. Что случилось? Добровольцы закончились? А может их и не было вовсе? Только зэки за помилование. А школьники все понимают, поэтому даже на срочную службу не желают идти. Тому доказательства ситуация с главной доносицей России Мизулиной. Студент в Екатеринбурге заявил о необходимости отмены срочного призыва на Россию, потому что армию неплохо бы было перевести исключительно на контрактную основу. Мизулина в ответ начала угрожать парню делом за дискредитацию армии. Которая ему грозит, если он тут же не извинится. Зал аплодирует. Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат срочников, лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей армии. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень чувствую, я безвечна, я извиняюсь перед солдатами и срочниками. Я призываю этот факт, что они кому-то некоторое время переучивают для того, чтобы они принимали участие. Ой, хорошо, хорошо. Сразу видно образцовую доносчицу. Смешно, что на свою лекцию путинская зет-патриотка пришла в жакете от британского бренда Александр Маквинн стоимостью около двух тысяч долларов. А что парню оставалось? Только прилюдно, с усмешкой просить прощения. На России с этим сложно, можно даже в тюрьму сесть. Это я не говорю о штрафах, которые не в силах оплачивает россияне, говоря правду. Россия от безысходности вербует даже сирийцев на войну в Украину. Недалеко от города Алеппо уже готовят наемников. В настоящее время обучение проходит около тысячи сирийцев. Кстати, им даже выдают российские паспорта. А затем мобилизуют в оккупационную армию. А чтобы закрыть рот жена мобилизованных, которых не возвращают с войны второй год, знаете, что придумал Путин? Тем, кто официально не расписан, может выйти замуж за мертвецов. Женщины должны будут оформить брак с трупом, если вели с ним совместное хозяйство до не менее трех лет. Если у них есть ребенок, то срок составляет один год необходимого проживания. За это россиянки получат право на наследство, льготы, как родственники, и выплаты за своего оккупанта. Было-было, но это уже финиш. И на что только не идет Путин, дабы получить хоть немножко голосов на псевдовыборах в марте от тех, кто в нем окончательно разуверился. Я даже не представляю, как будет Крем проводить мероприятие в марте, чтобы скрыть все недовольство народа. Но уверена, что будет интересно. А мы обязательно вам все покажем и расскажем, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok